Закрыта на клюшку самая крупная развлекательно-спортивная площадка края по-прежнему небезопасна для посетителей. Такой вердикт вынесу с железнодорожного района Барнаула. Теперь же спорт отдельно, зрелище отдельно. Так вот, за зрелищем добро пожаловать на барнаульские площадки гораздо меньшей вместимости. В рейтинге самых крупных дворцу спорта, конечно же, не было равных. Арена могла принять не менее 5000 поклонников творчества того или иного артиста. На втором месте дворец культуры моторостроителей. Это максимум 1200 посадочных мест. Здесь уже выступила народная артистка Украины Каролина, она же Ани Лорак. Здесь же покажет шоу «Главный лазербой нашей страны». Оба концерта изначально планировались во дворце спорта. За спортом, в частности хоккеем, добро пожаловать в Карандин арену. 3800 мест во дворце спорта против 350 вот здесь, на Ажасминной 3. Болельщик – это главная потеря клуба Алтай. Руководство Арины пошло навстречу, соорудило дополнительные трибуны. Вот только массового наплыва болельщиков пока еще не случилось. Расстояние, пробки, проблемы с транспортом – именно эти факторы, по мнению президента хоккейного Алтая, отрицательно сыграли на заполняемости трибун. Первый домашний матч посмотрело около 500 человек. Впочем, главное, говорит в этой истории, что клуб вообще остался на плаву. Ведь была вероятность, что единственная ледовая профессиональная команда края вообще может исчезнуть со спортивной карты страны. Высушивает пол и работает с подрастающей молодежью. Вот. Ну, сейчас душевая. Ну, это душевая, да, она так и есть. Для команды школы Алтай здесь специально построили несколько раздевалок, оборудовали медицинский кабинет. На самой площадке к матчам первенства ВХЛ переделали бортики, нужны были повыше, подключили систему видеогол. В клубе Алтай все же надеялись, что они здесь временно, но, как говорят, нет ничего более постоянного. До конца сезона базируемся здесь. Уже, как говорится, какие-то оттягивать и тешить себя надеждами мы уже, как говорится, не будем. Если бы мы хотя бы в мае, в апреле понимали, что вот эти вот надежды на открытие, они просто, ну, как разлетятся в суде, мы бы уже тогда бы начали в межсезонье здесь. Сейчас нам приходится и играть, и тренироваться, и обустраиваться, и ездить из центра. 50 миллионов рублей продаем. Вот такого содержания сообщения появилось в социальных сетях. Однако президент Крайсовпрофа нашим коллегам из новостного портала Толк данную информацию опроверг. Нет такого решения, мы его даже не обсуждали. Сейчас мы готовим апелляцию на решение суда, оставившее запрет на эксплуатацию объекта в силе. Надеемся, что в середине декабря наше обращение будет рассмотрено, и, наконец, вопрос с безопасностью дворца будет снят. Пока шли суды, здание оказалось не готово к зиме. Это грозит, по словам директора Дворца спорта Юрия Питанина, серьезными ЧП. Я считаю, что пока о продаже речи не идет, вот как я знаю ситуацию, в данный момент ведутся какие-то переговоры по передаче, может быть, и в администрацию, но это долгий процесс. Пока эти переговоры ведутся, здание нужно сохранить, потому что завтра отключат свет, нет тепла. Я считаю, что это просто преступление, такое здание оставлять в таком состоянии сейчас. Появившаяся информация о возможной продаже арены уже не первая. Год назад в качестве покупателя называлось имя нынешнего владельца Карандин-арены, Михаила Дроздова. Оглашалась и сумма потенциальной сделки 90 миллионов рублей. Будущий владелец даже строил план о реконструкции здания. Тогда стороны так и не смогли договориться. Пока же руководители Дворца спорта считают ежемесячные убытки, а 50 сотрудников остаются без работы. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. Продолжение следует...